Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и я по-прежнему путешествую по тропическим островам с элементами рыбалки, охоты подводной охоты, а также испытываю себя в условиях выживания. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу небольшую предысторию о том, как я впервые полетел в Камбоджу и с перепугу там нашел необитаемый остров для выживания. В общем, история будет достаточно интересная. Усаживайтесь поудобней и приятного просмотра. В то время я находился в Сингапуре. Отправился в аэропорт, купил билеты в Камбоджу, сел на самолет и вот уже взлетная полоса, мы набираем скорость и поднимаемся в небо. Я обожаю это чувство, когда самолет набирает высоту и с высоты птичьего полета я вижу океан, а также тропические острова. В эти моменты я понимаю, что уже скоро будут новые приключения. Мой самолет набрал высоту и мы оказались в облаках, а немного позже я поднялся еще выше и было такое впечатление, что я могу просто ногами пробежаться по этим красивым облакам. Периодически самолет пролетал над небольшими необитаемыми тропическими островами. И в такие моменты я думал, вон туда хочу спуститься и там испытать себя в условиях выживания. На тот момент это была моя заветная мечта. Но спустя несколько часов я увидел Камбоджу, а посредине раскинулась самая длинная река в Камбодже, которая называется Меконг. Об этой реке я даже учил в школе. Как настоящий рыболов я уже представлял, как я забрасываю туда спиннинг и ловлю какую-то необычную и новую для себя рыбу. В общем, настрой был у меня максимально боевой и я уже не мог дождаться, когда же мой самолет наконец-то приземлится. Как вы заметили по моей супер стильной прическе, эта история была пару лет назад. Это предыстория выживания на необитаемом острове в Камбодже. И судя по просмотрам, это одна из любимых ваших серий на моем канале. Итак, паспортный контроль я прошел, визу я получил, обошлась она мне в 30 долларов. В первую очередь я забрал свой багаж, он где-то там стоит, сумки изрядно покоцаны, железная сумка погнута. Но мой картоновый тубус пережил почти все. Я предполагаю, что спиннинг должен быть целым. В общем, сейчас я отправляюсь искать себе отель. Всю ночь сегодня не спал, поэтому буду сегодня отдыхать. И по возможности захожу в интернет и мониторю будущие места возможной рыбалки. Потому что я еще ничего не знаю, все спонтанно. Как обычно, впрочем, я приехал в первую очередь. А дальше будем искать, что ловить, где ловить и как ловить. Поехали. Сразу же я поймал небольшое такси и отправился на поиски отеля. По пути изучал окрестности города. Я находился в самой столице Камбоджи, которая называется Пнампень. И чем глубже я заезжал в город, тем больше мне становилось как-то не по себе. Мне показался этот город каким-то недружелюбным. И атмосфера вокруг меня начала настораживать. В основном люди перемещаются здесь на небольших мопедах или на вот таких вот туки-туки. Но и машин здесь было полно. Но что мне очень не понравилось, что все эти машины были припаркованы на тротуаре. И перемещаться по городу было очень неудобно. А вот здесь какая-то тетушка жарит на небольшом гриле картофельные лепешки в банановом листе. В общем, первый день мой в городе Пнампень. Он является столицей Камбоджи. Что я могу сказать, по первым впечатлениям, они не самые положительные, я бы сказал бы так. Я подумал, подумал, здесь смотреть мне пока нечего в плане рыбалки и в плане путешествий. Я не хочу терять времени, у меня осталось всего неделя. Поэтому сегодня ночью я принял решение отправляться на соседние острова, где более дикая природа. На протяжении всего центра города я очень трудом нашел пешеходную дорожку. Потому что все они заставлены какими-то машинами или какими-то ларечками. По ним ходить вообще просто невозможно. И я передвигаюсь в основном по обочине. Вон там как сзади. Все заставлено машинами. Приблизительно вот так выглядят тротуары на улицах города Пнампень. Я передвигаюсь по обочине, снимая себя на вытянутую руку. И за сегодня я уже услышал от четырех человек о том, что не стоит так делать. Потому что очень часто встречаются случаи того, с рук выхвачивают или телефоны, или кошельки, или же ваши сумочки. На самом деле не самые благоприятные места для туристов. Очень много бандитизма, как оказалось. И за своими вещами нужно очень внимательно следить. Еще я узнал то, что около 10 лет назад здесь была гражданская война. Заметно очень много последствий после этого периода. Потому что на некоторых улицах до сих пор стоят блокпосты камуфляжного цвета. И я не знаю почему, там находятся еще военные с автоматами. Поэтому будем смотреть с осторожностью по сторонам. И я постараюсь без каких-то мега приключений попутешествовать по этой стране. И отснять какой-то интересный материал. Погнали дальше. За это время я наслушался очень много достаточно опасных историй за Пнампень. Одна моя знакомая отдыхала на пляже, зашла в океан, вернулась, а ее вещи вместе с телефоном и деньгами уже испарились. Кто-то сразу же своровал ее сумку. И такие вот истории просто не дают тебе расслабиться и нормально насладиться этим городом. Поэтому я понял, что я хочу максимально быстро покинуть эту столицу и отправиться в сторону островов. В этот же вечер я зашел на автовокзал. И сразу же купил билеты на автобус, который отвезет меня в Сиануквиль. Это прибрежный городок в Камбодже. На берегу которого мне нужно будет найти лодку и отправиться на острова. Автобус ехал всю ночь. И рано утром я уже был в Сиануквиле. Солнце было уже над горизонтом, а это значит, что мои новые приключения только начинаются. На горизонте я увидел большую скоростную лодку. Именно эта лодка повезет меня на острова. Внимательные зрители уже заметили, что в это приключение я отправился не сам, а со своей девушкой Инной. Мы загрузили вещи в лодку и поплыли на поиски приключений. Посмотрите, какие интересные корабли встречались на моем пути. Забавная раскраска. Большинство пассажиров моей лодки ехали всю ночь в том же автобусе, что и я. А поскольку дороги в Камбодже были, нежно говоря, не очень, все пассажиры этого автобуса были очень сонными. Спустя пару часов на горизонте я увидел остров. Его рельеф был очень интересным. Большие камни, тропические деревья и небольшие пальмы. И какой-то достаточно старый, примитивный деревянный причал. Это и было место нашей высадки. Все прелести передвижения по островам, где почти нет людей. И у меня поломались очки. Что меня очень удивило, это то, что на этом острове нет тротуаров и дорог. Поэтому мой чемодан на колесиках мне нужно было ложить себе на плечи и всю дорогу нести его в руках в поисках свободного отеля. Здесь было очень жарко. А под весом моего чемодана ноги проваливались в пушистый песок. Вот первый мостик на этом острове. Он был через небольшую речку. В этот момент мне показалось, что вот, немного цивилизации. Но нет, дальше был все такой же песок. Отели здесь были совсем скромными. Вот такие вот деревянные хижины. Спустя какое-то время мне наконец-то удалось найти свободный номер. На этом острове было очень много гекконов. Это такие красивые маленькие ящерицы, которые поедают москитов и других насекомых. С этими жителями нужно дружить. Они санитары вашей комнаты. Съедают тараканов, комаров и других неприятных насекомых. Собрал свой спиннинг и отправился искать рыбу. Мне, как настоящему рыбаку, уже очень не терпится закинуть свой спиннинг в новые неизведанные воды и поймать какую-то совсем новую рыбу. Я сразу же вспомнил мостик, через который я переходил и небольшую речку. Но насколько же интересно оказаться совсем в новой стране, на каком-то мне неизведанном острове и закинуть свою приманку в речку, в которой ты совсем без понятия, что может обитать. Я даже не знал, здесь есть крокодилы или нет. Но меня это не останавливало. Я спустился к реке и закинул приманку в воду. С первых же забросов я почувствовал поклевку. И мне было очень интересно узнать, какая же здесь есть рыба. И вот первая поимка. Небольшой мангроу-джек. Это такой себе пресноводный окунь, который живет в кустах и зарослях. У него ярко выразительная черная точка на теле. А также большой и зубатый рот. И мой небольшой воблер был ему очень по вкусу. Конечно же, этого малыша я обратно отпускаю на волю. Пусть еще подрастает. Взял спиннинг и снова забросил приманку в воду. Еще пару забросов и мне удалось поймать мангрового окуня, но уже больших размеров. Вот это трофей! Я бросал свою приманку и продвигался вдоль речки все глубже и глубже в тропические джунгли. Иногда я заходил в такие заросли, что мне приходилось переходить речку по воде. И это было на самом деле очень страшно. Я не знал, что живет в этой речке. Есть ли здесь крокодилы? Возможно, какие-то электрические угри? Или же опасные скаты? Здесь могло быть что угодно. Но этот момент неизведанности меня провоцировал еще больше и больше пробраться в самые отдаленные места этого острова и попытаться поймать что-то интересное. И спустя несколько забросов мне удалось поймать еще одного большого мангрового окуня. Вы только посмотрите на этого красавца. Какие большие глаза и острые икла. Сразу же видно, что это хищник. Каждая приманка у меня была на вес золота. И поэтому во время неудачных забросов, когда приманка цеплялась за дерево, я не мог пожертвовать и просто ее оборвать. Мне приходилось рисковать своей жизнью и залазить в эти неизведанные воды, чтобы достать свою приманку. Друзья, скажу честно, это было на самом деле очень страшно. Речка была достаточно глубокая, а все дно было в болоте. Я не знал, кто обитает в этой речке. Поэтому очень быстро постарался достать свою приманку с дерева и вернуться на берег. Но для того, чтобы ее достать, мне пришлось привязать свои пассатижи к веревке и бросать на ветку до тех пор, пока я не зацепился за свой воблер и не сорвал его с дерева. И вот удача! Мне удалось вернуть свою приманку. Изи! Продолжаю рыбалку. Я пробирался все глубже и глубже, и в одном месте этой речки у поверхности воды я заметил достаточно крупного змееголова, который охранял целую стаю своих детей. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть целую стаю малька у поверхности воды, а большая особь змееголова охраняет ее. Я решил не беспокоить эту семью, поэтому приманки свои я туда не бросал. Двигаюсь дальше. Я прошел уже достаточно большую дистанцию, потратил силы, захотелось пить и кушать. Немного отдохнул, восстановил свои силы и пошел искать себе еду. Но скажу сразу, изобилие ресторанов здесь ожидать не стоит. Этот остров еще совсем не развит для того, чтобы встречать туристов. Еще на своем пути я встречал разные интересные и незнакомые мне насекомые. Основная часть жителей этого острова это местные жители, а также так называемые отшельники, люди-волонтеры, которые здесь работают за еду и жилье. Чем-то помогают местным жителям или же работают с туристами. Но в основном оплата идет бартером. Я обходил остров по кругу. Периодически встречал на своем пути местных жителей. И наконец-то мне удалось найти вот эту девушку. У нее была небольшая фруктовая лавка. Я купил себе арбуз, манго и кокос. Фрукты были очень сладкие и вкусные. Я немного перекусил и пошел дальше. Я хотел изучить этот остров, найти места, где в речку впадает океан. В таких смешанных водах обычно больше всего рыбы. Посмотрите, в лесу гуляют большие быки. Это какая-то разновидность коровы. Но у них на спине большой горб, как у верблюда. А также большие острые рога. Периодически они вели себя достаточно агрессивно. Поэтому на всякий случай я соблюдал дистанцию. Солнце постепенно опускалось за горизонтом и наступил вечер. И в это время вылазят ночные жители. В виде вот таких вот крабов-отшельников. Их здесь было очень много. Очень красивые и удивительные существа. Ночные жители. В Камбодже. А также они очень сильно щипают за пальцы. Поэтому лучше их руками не трогать. В общем, первый день на острове был очень интересным. Но на утро у нас были другие планы. Инна втянула меня в очередную авантюру. А именно уговорила на рыбалку с лодки вместе с туристами. Скажу сразу. Подобные мероприятия я очень не люблю. Потому что это и не отдых, и не рыбалка. Но мы решили внести какое-то разнообразие в наш отдых и совместить полезное с приятным. Инна поплавает на лодке и немного отдохнет вместе с туристами. А я отвлекусь на свою рыбалку и попытаюсь поймать какого-то морского монстра. Рано утром за нами приплыла лодка. Мы все погрузились на борт и отправились в океан. На нашем борту было очень много туристов с разных стран. Из Китая, из Австралии, и с Америки. Люди были все очень разные, но компания была достаточно веселая. В общем, расскажу про рыбалку вкратце. Туристам было очень весело. Они прыгали в воду, веселились, кто-то выпивал горячительные напитки. Я же в свое время просто тупо ловил рыбу на спиннинг. Рыба ловилась разная, но небольшого размера. Коралловые групперы, зеленуха и другие красивые рыбки, которые я бы лучше держал у себя в аквариуме. Мне удалось даже поймать вот эту вот розовую барабулю. Позже я дал спиннинг Инне, и ей тоже удалось поймать парочку достаточно неплохих рыбок. Посмотрите, какая красивая полосатая рыбка. В общем, в очередной раз я убедился в том, что рыбалка с туристической лодки – это совсем не то, что мне подходит. Но ничего, возвращаемся на берег. День вроде бы и одинаковый по погоде, но вчера у меня клевали только дни окуня. Сегодня же уже пятая барракутка. Вот такая вот малышка смешная, забавная. Отпускаем, пусть подрастает. С каким-то чувством невыполненного долга я схватил свой спиннинг и вернулся к речке. Поставил приманку в виде попера и сделал точный заброс. Сразу же последовала жесткая и сильная поклевка. Но пока Инна включила камеру, удалось записать только момент, когда рыба сошла. Могу с уверенностью сказать, что это был небольшой тарпон. Эту рыбу я поймал впервые. Ну как поймал, она сошла. Но ничего, погуляю вокруг острова и половлю в океане. Увидел спокойный залив, где был коралловый риф, а также неплохая глубина. Воблер класса Минов идеальная приманка для такой местности. Проводку делаешь твичингом и делаешь паузу возле кораллового рифа в ожидании поклевки. Так и произошло. Очередной заброс и жесткая поклевка. Рыба сразу же стремительно ушла в коралловый риф и срезала мой тонкий шнур. Я немного расстроился. Помимо того, что рыба сошла, я потерял очень хорошую приманку. А как я говорил уже ранее, каждая приманка у меня на вес золота. Первый заглаз сразу же поклевка и срез. Наверное, где-то шнур не выдержал. Обидно. Этот неприятный момент меня никак не отпускал. Оборвал я свою любимую приманку, которой я успешно ловил дикую форель в Карпатах. Поэтому я не сдавался. И решил залезть в воду вместе с маской, чтобы попытаться найти свой воблер. Поскольку с воблерами у меня здесь дефицит, в том месте, где я оборвал приманку, я предположил, что вдруг я зацепил просто зарив. Поэтому взял маску, залез в воду в том месте, где, возможно, я мог зацепить свою приманку. Увидел сразу же шнур свой, вытянул за него и меня ожидал дабл сюрприз просто. вот в таком вот виде. Это оказался группер маленький, вот такой вот, который был вместе с моим воблером. И он сидел в норе просто. Вот такого красавчика. Быстро освобождаем и отправляем дальше подрастать. А вот теперь у меня настроение поднялось. Рыбку я отпустил, а приманку вернул в свой арсенал. Местные дети на берегу океана развлекались как могли. По очереди заматывали друг друга в гамак и раскачивали как на американских горках. Если бы я был поменьше, я обязательно туда залез бы сам. Остров достаточно колоритный, но для тех туристов, кто привык к комфорту, этот остров точно не подойдет. Гуляя вокруг острова, на горизонте я увидел очень интересный скалистый остров, на котором не было никаких признаков жизни или каких-то построений. И здесь мне пришла в голову идея. Да, это тот необитаемый остров, куда я хочу отправиться, чтобы испытать себя в условиях выживания. На берегу я увидел небольшое кафе, возле которого были каяки в аренду. Там работала веселая и достаточно приятная девушка с Грузией. Мы сразу же нашли общий язык и я договорился взять в аренду каяк не на час, а на целые сутки, чтобы отправиться на этот необитаемый остров. Я так давно об этом мечтал. Ну а историю про выживание на этом необитаемом острове вы можете увидеть у меня на канале. Переходите по всплывающей ссылке сверху или найдите эту серию в описании под видео. Я очень рекомендую посмотреть эти приключения. Вот тебе естественная веревка. Я набил мешок листьями и это будет мне служить как какая-то или подушка или под спину подложу, чтобы не было так больно спать. А-а-а-а-а! Продолжение следует... Разобью ракушку, достану оттуда мясо, порежу его на кусочки и буду использовать как наживку для поимки первой рыбы. Вот она маленькая, но победа! Это уже, я вам скажу, 100 грамм белочка, чистого белочка. Хорош! Ай-яй-яй-яй-яй! Пока я доставал крючок с кораллов, подсобирал еще таких вот ракушек. Кто у нас такой? Хороший экземпляр! Очень красивая рыбка! Опа! Я не знаю, что за рыбу я поймал, но посмотрите на ее рот, посмотрите на ее зубы. Это просто монстр! Да-а-а-а... И знаете, что я с ним буду делать? Большой, вкусный и питательный. Вставляем сюда, накрываем досточкой. Вот это гадость! Вот, собственно, и второй деликатес. Которую я сейчас, собственно, и буду дегустировать. Очень странный вкус, но я не скажу, что он плохой. Выглядит это, конечно, не самым лучшим образом. Бутылка запотевшая, полиэтилен тоже. За весь день мне удалось перегнать где-то, не знаю, 30 миллилитров воды. Так, вот наш крабик. Немножко его еще поджарим. Пять. Кстати, вот это вот морской огурец. Он очень соленый. И очень резиновый. В общем, доем все свои вкусняшки. Уже 7 часов вечера. На улице темнеет, и я буду собирать в кучку свои вещи. Третий день я провел на необитаемом острове и испытывал себя в условиях выживания. Ловил добычу голыми руками, примитивной рыболовной снастью. Также строил себе шалаш и добывал костер. Это был очень интересный опыт. Ну а на четвертый день пришло время возвращаться домой. Мы дождались наш корабль и вернулись обратно в Сиануквиль. Потом на автобусе, а обратно вернулись в Пномпень. Самолет у меня был завтра. Поэтому у меня есть целый день, чтобы еще раз изучить столицу Камбоджи. Возможно, в этот раз мне все-таки она понравится. Возле центральной улицы было очень много маленьких ресторанчиков, а также закусочных прямо на колесах. Я вышел на берег реки Меконг, возле которой пацаны играли в футбол. Мне было очень интересно, что же происходит, когда мяч улетает в реку. Вода в речке была очень мутная, но, тем не менее, местные рыбаки ловили там рыбу. Насколько я знаю, там ловится канальный сомик. Потом на площади я увидел, как жители Китая энергично занимались зарядкой под веселую музыку. И, конечно же, я решил показать им свой мастер-класс, как это нужно делать. Я с легкостью незаметно влился в коллектив. В общем, мы закатили очень веселую вечеринку, после чего я достаточно проголодался и пошел искать себе еду. Этот мальчик подъехал ко мне на велосипеде и сказал «Привет, ты турист, дай мне доллар». Коротко и ясно. На этой улице был храм. Возле него собиралась какая-то церемония. Недалеко от этого храма я увидел женщину, которая продавала речных улиток. Ну и, конечно же, как я могу пройти мимо и не попробовать это лакомство. Побывать в Камбодже и не попробовать их ни стрит-фуд было бы неправильно. В общем, мясо улитки нужно было доставать с помощью зубочистки. Воняет, конечно, речкой, но вкус приятный. Как мидия какая-то. Ну, чуть другой, конечно, вкус, но приятно. Люблю кушать всякие гадости. Так, еще нам дали какой-то спайси соус, я так понимаю, с перчика и помидора. А, и, походу, там чеснок есть. Попробуем сейчас вместе с этим делом. О, как раз такую крупную нашел. А для того, чтобы перебить неприятный болотный запах, мясо этой улитки нужно макать в очень острый соус. Но, в целом, мне на вкус понравилось. Ну, да. С чесночным соусом, когда кушать такое, то и запах речки не чувствуешь, потому что чеснок все перебивает. Солнце зашло за горизонт, а возле храма началась церемония. С одной стороны этого здания продавались цветы. Люди их покупали, подносили к этому храму, а работники этого храма собирали эти цветы. И с другой стороны этого же здания выбрасывали их. В общем, мне это показалось очень странным. Собственно, мои приключения в Камбодже на этом заканчиваются. Я погрузился в самолет и полетел дальше на поиски новых приключений. Следующая остановка будет Китай. Но это уже совсем другая история. Спасибо, друзья, за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. И как только эта серия набирает 12 тысяч лайков, я опубликую продолжение на моем канале в этом же стиле. Всем пока!